Добрый вечер! В эфире программа «События» в студии Татьяны Нефёдова. Смотрите сегодня. Теремония награждения передовиков продолжалась в 2 часа. Дипломами отмечены лучшие труженики района во всех отраслях. Детский сайт. Не просто игра, ещё и развитие. Зимой речане простились на Масленице радостно и весело. Теперь на эти темы более подробно. Роль органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения. Один из основных вопросов повестки дня заседания сельских советов депутатов района на этой неделе. Также селесполкомами будут рассмотрены вопросы о сборе добровольных взносов на благоустройство населённых пунктов, о мере личной безопасности престарелых граждан, о вреде пьянства и недопустимости самогоноварения. Во Дворцах культуры «Нефтяник» состоялась церемония награждения передовиков района по итогам 2008 года. В торжественном мероприятии принимали участие почётные гости областного исполнительного комитета, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Церемония награждения продолжалась около двух часов. Традиционное мероприятие и ставшее также традиционным выступлением главы администрации. В нём Пётр Шостак отметил, несмотря на то, что к концу 2008 года экономическая ситуация в мире ухудшилась и финансовая нестабильность оказала негативное влияние на выполнение задач, с большинством прогнозных показателей район справился. Конечно, в сегодняшних непростых условиях добиваться хороших результатов очень трудно. И это объективная реальность. Но чем труднее достигаются успехи, тем более рисуемыми они становятся. И здесь, безусловно, я хотел бы выразить искреннюю благодарность руководителям предприятий. Ведь в первую очередь от их целеустремлённости, ответственности, опыта и таланта зависит общий успех. Эти люди составляют гордость района. Особо остановился председатель на работе основной отрасли региона сельскохозяйственной, которая добилась в 2008 году хороших результатов. Подчеркнул значение личности руководителя в достижении успеха, отметил лучших. А главное то, что результат 2008 года вселил уверенность у меня и в весь коллектив, что нам многое по плечу. И мы наметили для себя, взяли более высокую планку по сравнению с 2008 годом. Это результаты производства зерна, урожайность почти 60 центнеров. Что касается животноводства, значит, удой на корову превысил 6-тысячный рубеж. Ну, а если взять в разрезе доярок, то есть доярки, которые, у нас, правда, одна доярка такая есть, которая надоела свыше 8 тысяч. Это Ануфрия Валентина Васильевна. По итогам 2008 года реческий район отмечен на уровне области. На празднике руководителю исполкома вручен диплом первой степени за победу в ежегодном соревновании по социально-экономическому развитию. Среди районов Гомельской области с численностью населения свыше 80 тысяч человек. Затем началась церемония награждения передовиков района. Руководители промышленных предприятий, сельскохозяйственной отрасли, учреждений здравоохранения, предприятий торговли, предпринимателей и не только. Особой чести удостоился один из руководителей сельскохозяйственных предприятий. Он награжден палатой представителей национального собрания. Разрешите мне сейчас от имени национального собрания вручить высшую награду, которая есть от национального собрания, нашему уважаемому Миколуцкому Александру Викторовичу. Отмечены на празднике и те, кто по праву займет свое место на районной доске почета. Лучшего педагога Савченко Любовь Васильевну, директора Реческой государственной средней общеобразовательной школы номер 7. Лучшего работника культуры, осипента Виктора Григорьевича, преподавателя художественного отделения Реческой государственной школы искусств. Церемония награждения передовиков длилась почти два часа. Названы лучшие имена в производстве, культуре, спорте. Отмечена на празднике и талантливая молодежь. Товарищу Маргариту, учащуюся 4-го класса музыкального отделения Реческой государственной школы искусств. Обладательницу диплома первой степени регионального фестиваля Рождественской области. По поручению Администрации президента страны Национальным центром правовой информации для детей и подростков от 6 до 16 лет создан детский правовой сайт. Активную помощь в популяризации сайта оказывает представительство ЮНИСЕП в Республике Беларусь. Фондом выделено 5 комплектов компьютерного оборудования. Они переданы детским библиотекам. Один из комплектов установлен в Реческой библиотеке по улице Трудовой. На самом деле сайт имеет очень много видео-аудиоинформации. Здесь дети могут найти маленькие видеоклипы от всех областных центров. Презентацию сайта для работников библиотек провел первый заместитель директора Национального центра Александр Гавриш. Он рассказал о работе над сайтом, которая длилась около двух лет. Участие в его создании принимали психологи и юристы высокого класса. Уникальность сайта заключается в том, что форма подачи информации доступна и интересна широкому кругу пользователей. Их возраст от 6 до 16 лет. База сайта содержит более 100 тысяч нормативно-правовых документов. Это своего рода энциклопедия всех отраслей законодательства. Это государственный герб Республики Беларусь. Правда красивый? Каждый элемент в нем имеет свое значение. Яна, скажи, что ты видишь в центре герба? Земной шар. Над ним восходит солнышко. Правильно. Земной шар означает, что Беларусь дружелюбно относится ко всем народам мира. Информация, которая размещена в системе «Эталон», она является полной, достоверной и актуальной. То есть здесь каждый правовой акт находится в своем контрольном состоянии именно на дату обновления. Обновление может проводиться по желанию пользователя как ежедневно, так и ежемесячно, так и ежеквартально. Презентация проходила в форме вопросов-ответов. Сайт вызвал неподдельный интерес у работников библиотек, хотя с подобной формой они хорошо знакомы. С 2003 года в районе при библиотеках работают шесть информационно-правовых центров. Они широко популярны среди работников библиотек и среди посетителей. Пользователем этого центра может стать любой человек, независимо от того, является читателем он в нашей библиотеке или нет. Категории пользователей очень разнообразны. Это в первую очередь представители местных органов власти. Это руководители, служащие организацией и предприятий нашего города. Это студенты, учащиеся. Ну и не обходят стороной наш центр такие категории пользователей, как пенсионеры, предприниматели, безработные. То есть, в общем-то, круг пользователей в год. В районной библиотеке только вот я скажу, у нас более тысячи пользователей. Теперь эта популярная форма правового самообразования будет доступна и детям. Специалисты считают, что сайт способствует не только правовому, но и морально-нравственному развитию детей. Кроме основной базы, на сайте существует форум, где можно задавать вопросы, обсуждать проблемы, получать квалифицированную информационную помощь. В последний день календарной зимы на центральной площади речень отмечали Масленицу. По традиции зиму провожали шумное весело. Скучать и мерзнуть гостям праздника не пришлось. Песни, танцы, конкурсы и соревнования. Словом, развлечения каждый мог найти себе по вкусу. Масленицу начали праздновать в 10 часов утра. Действо продлилось до 17 часов вечера. На протяжении этого времени программу представили фольклорные ансамбли. В театрализованном представлении приняла участие хоровая группа народного ансамбля «Песни и танцы Дняпро». Выступила любительское объединение библиотечной «Вятшорки». Песня. Для тех, кто желал проявить свою силу, меткость, ловкость и выдержку, организовали спортивные состязания. А вот остроту ума проявить можно было в различных конкурсах-викторинах. Причем за правильные ответы вручали памятные сувениры. На празднике кружковцы Центра внешкольной работы из кружка «Контраст» и кружка «Декор» представили такие вот гипсовые рамочки для фотографий, для портретов. Они изготавливаются очень просто. Это обычный строительный гипс. Затем он заливается в форму специальную. Вот были такие вот подставочки, были формы животных. Дальше. И разукрашивается обычный гуашь. Быстро очень изготавливается. И получали призы. Эти получали ребята и взрослые за ответы на вопросы. То есть пять правильных ответов они получали небольшую. То есть у нас была так называемая скупка знаний. Вот то есть за свои знания, которые они отвечали на вопросы, дети получали бесплатно потом по жетонам, набравшие количество жетонов, получали определенные призы. Масленица известна с языческих времен. Обряд был связан с проводами зимы и встречи весны. По старой традиции в этот праздник угощали блинами. Древние считали блин символом солнца, такого же круглого желтого горячего. Наша съемочная группа заглянула в Карчму торгсервиса. Здесь в широком ассортименте представлены хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, причем собственного производства. Ну, покупают все понемножку. В основном берут шашлыки, блины, все гораченькое. Кироги красивые, вкусные люди покупают. Куры, гриль. Что можно сказать? Все изюминка. Все, что люди покупают, все изюминка. Масленица всегда предшествовала Великому посту и была веселой разгульной. Очень положительный заряд, настроение замечательное. Очень красивый праздник, хороший. Все-таки это дань традиции древней, так сказать. Все очень красиво, все замечательно, нравится очень. Настроение у нас очень хорошее, несмотря на то, что уже мы, как говорится, на уходе, на закате жизни. Но дело в том, что мы вот оставляем такую красоту. А мы после себя оставили детей, внуков, уже правнучек даже есть. Так что можно только гордиться. И мы считаем, что наша лепта в этом празднике тоже имеет свое участие. Эмоции положительные, даже сверх. Праздник нужен для людей, для души. Не будет праздников, не будет жизни. Завершалась Масленица, прощенную воскресеньем, значение которого и по сей день актуально. В последний день перед Великим постом православные просили друг у друга прощения. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Увидимся завтра. Прогноз погоды ближайший от 2 соток ожидается. 3 марта облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорога Лалезица. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза. Днем от 3 мороза до 2 тепла. 4 марта ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман. Ночью и утром на дорогах Галалезица. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2,7 при прояснении до 12 градусов мороза днем от 0 до плюс 5.